Привет, с вами Лара Шум, и сегодня 05.09.2021 года, и Лара Шум собралась пролезть в дырку, опять же, в заборе, чтобы попасть в усадьбу. По идее, я сейчас нахожусь, пролезла в дырку в заборе, усадьба Липки Алексеевская. Яндекс показывает его на карте, как доехать на велосипеде, а вот Гугл, к сожалению, этого не выдает. Это вроде как закрытая территория, но закрытая от кого непонятно. Ну, я, так сказать, сейчас на свой страх и риск почитала отзывы. Главное, не попасться охранником, как я понимаю. Слушайте, на самом деле, чувствую себя таким мини-шпионом. Осень, погода плохая. Пока я здесь никого не вижу, лишь бы собак не было. И вот она, там эта усадьба. Ну, там, в далеке. Надо на ту сторону попробовать перебраться. Попробуем. Получается, что я сделаю вот круг вокруг озера, и там буду в усадьбу. Ну, пока никого нет. Вот здесь такая красота. Ладно, рискнем поехать к усадьбе. Посмотрим, что там. В принципе, вся усадьба огорожена вот таким вот бетоном. Забором. Поэтому найти дыру в заборе сложно, но возможно. Обратите внимание на воду. Чистое-чистое дно даже видно. Ох, как здесь красиво. В принципе, как в каждой усадьбе, есть вот такие красивые аллеи. Обязательно пруд. Ну, в большинстве усадеб еще есть церкви, прикрепленные к самой усадьбе. Я добралась до льва. Почему я говорю шепотом? Потому что там кто-то есть, кто-то ползает. Ну, я тут не одна, видимо, гуляю. Тут еще папа с сыном гуляет. Так что я тут немножко даже осмелела. Значит, охранников рядом нет. А это значит, что я сейчас могу спокойно погулять и поснимать. Надеюсь. Ведь на этом можно было деньги зарабатывать. Гулять в усадьбе. Допустим, цена 60 рублей. Ну и что мы делаем? Мы убиваем нашу историю. Привыкли с советских времен убивать нашу историю. Вот так и продолжаем это делать. Зато я поняла, почему все-таки россияне больше любят путешествовать за границей. Потому что, понимаете, там берегут историю, в отличие от нашей страны. У нас только усадеб. У нас только исторических мест. Реконструировать. Это сохранение нашей истории заодно. Но почему-то вот каждая усадьба, она как охраняется, как, знаете, объект военный. Как военный объект. Где раньше были балы, теперь сплошная разруха, к сожалению. Ну что я могу сказать? Охранник меня все-таки выловил. Мне там рассказал, показал много еще чего дополнительно интересного. Сделал мне пару фотографий. За что я ему очень и очень благодарна. Личная дача Сталина. Отец бывал там очень редко. Иногда приходил год. Но весь штат ежедневно и ежедневно ожидал его приезда и находился в полной боевой готовности. Но аж если выезжали из ближней и направлялись целым поездом автомашин к липкам, там начиналось полное смятение всех. От постового в ворот до повара, от подавальщицы до коменданта. Все ожидали этого страшного суда. Аллилуйя, Светлана, 20 писем к другу, 1967 год. С вами была Лара Шум. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И каждую субботу или воскресенье я куда-либо путешествую, ползаю. И, в общем, ищу на одном месте приключения. Как-то так. И делюсь с вами.